Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о деятельности областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане. Будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нам. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В 1987 году Михаил Жукевич окончил физический факультет ГГУ имени Франциска Скорины. Работал в областной комсомольской организации. В 1994 году возглавил областной комитет общественного объединения «Белорусский союз молодежи». С 2000 по 2004 годы являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 по 2008 был председателем Совета по делам религии и национальности Гомельского облсполкома. Затем два года работал заместителем начальника главного управления идеологической работы Гомельского облсполкома. С 2010 года и по настоящее время председатель областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Я рада видеть вас у нас в гостях. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. И как уже стало доброй традицией в этом году, в начале программы, давайте коротко узнаем о событиях наступившей недели. На этой неделе в Гомельской области пройдут мероприятия, приуроченные к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Во вторник, 12 февраля, состоятся торжественные приемы воинов-интернационалистов и семей погибших, в том числе руководством Гомельского облсполкома. В пятницу, 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, запланирована областная акция «Зажги свечу памяти», митинг и возложение цветов к мемориалу в Любинском микрорайоне. Вечером в ГЦК состоится концерт ансамбля «Песни и танцы» Министерства обороны Республики Беларусь. К другим темам. В рамках акции «Славим человека мирного труда» на этой неделе пройдут церемонии награждения тружеников села из Ветковского, Гомельского, Житковичского, Хойникского и Чечерского районов. 12 февраля председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома Петр Шудько проведет прием граждан в Гомельском райисполкоме. С 10 до 12 часов будет также организована прямая телефонная линия. 12 февраля в Гомеле начнутся занятия в школе сценаристов. В роли преподавателя школы выступит сценарист известных проектов и сериалов Олег Мастич. На четверг, 14 февраля, запланировано совместное заседание коллегии прокуратуры Гомельской области и Президиума Совета областного объединения профсоюзов. Главная тема – соблюдение требований законодательства о труде и профилактике производственного травматизма. В самый романтичный день года, 14 февраля, в Гомельском областном драматическом театре состоится концерт музыкантов гомельских городских оркестров «Лав-Из». Приятные сюрпризы для посетителей готовят в этот день и другие учреждения культуры. Все подробности этих и других событий смотрите на «Беларусь-4». Михаил Григорьевич, на этой неделе исполнится уже 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Скажите, пожалуйста, какие задачи вашему подразделению, вам приходилось выполнять в этой стране? Вы знаете, вот сегодня, как вы говорите, 3-30 лет, ежегодно мы с вами здесь встречаемся, я даже уже не знаю, сколько лет. Наверное, мы уже где-то и примелькались с нашим телезрителем много. А кто-то и первый раз сегодня видит. Это, может, и первый раз, да, но я думаю, что оно будет не лишним, эту тему поднять для того, чтобы, ну, наверное, и застрить внимание кого-то, кого-то поблагодарить, кому-то сказать добрые слова, кому-то и поругать, и пожурить, и так далее. Вы знаете, недавно меня попросили написать предисловие к одной из книг, вот, и я очень долго ходил, мучился писать, потому что, понимаете, вот, когда спрашивают, вот, какие там задачи и так далее. Вот. Вот. Я хочу сказать нашим телезрителям вам, Ольга, знаете, мы в Афганистан пришли никого не завоевывать. Мы пришли в Афганистан не убивать. Вот. И скажу вам честно, что вот, наверное, может быть, это уже в связи с тем, что возраст и так далее, но очень много я про Афганистан в последнее время читаю. Вот. Я хочу сказать, что вот те задачи, которые выполняли не только подразделения, в котором служил я, я служил в инженерном подразделении, сапером был. Вот. И, конечно же, главная задача, я был солдатом, главная задача это было выполнять, минировать, разминировать, вот, особенно разминировать объекты народного хозяйства. Это мосты, это заводы, это школы. Вот. Поэтому все в Афганистане выполняли свои задачи, я же не только военные, но и задачи, которые на то время, ну, нужно было этому народу. Это мирные задачи. Задачи строительства, задачи оказания помощи в каком-то ремонте, в что-то другом. Я вам скажу, что вот, когда, вот, сегодня, я уже многое читаю и знаю, что те объекты, которые построили, как называли афганцы в свое время нас, Шурави, вот они и сегодня в Афганистане. Вот это, что я говорю, это и школы, это и садики, это, вот, я помню, завод, который наше подразделение и охраняло, и оказывало помощь у него, там, в реконструкции и так далее, сахарный завод в городе Баглан. Вот. Я вышел на сайт и читал, что на сегодняшний день этот завод работает. Поэтому, вот, все, кто служил в Афганистане, вот, я считаю, что они не только выполняли ту военную миссию по борьбе с терроризмом, а сегодня уже это называют вещи своими именами. Да, мы когда-то их называли, там, бандитами, басмачами и так далее, вот, муджахедами, но, вот, одним словом, их можно назвать террористами, вот. Вот. И в свободное, как говорится, время оказывали помощь мирному населению. Ну, я уже говорил, что то подразделение, у которого я служил, вот, главная задача была, это, вот, чтобы была чистая дорога, чтобы была чистая тропа, вот, чтобы, если это нужно было обследовать на какой-то трубопровод, какой-то завод или что, чтобы там не было взрыве веществ, чтобы там не было мин, для того, чтобы люди спокойно работали. Михаил Григорьевич, мы провели опрос среди гомельчан с целью узнать, что они знают об этих годах, об этом историческом периоде, о войне в Афганистане. Давайте посмотрим. Честно говоря, не очень много, потому что в то время я еще была совсем молода. Помню только фотографии воинов-интернационалистов в троллейбусах были наклеены в то время. И мы ездили, смотрели и читали имена, фамилии. Знаю, что много наших парней полегло. Очень много. Надо было тогда водить. Ну, надо было, а за что, не знаю. Брежнев правильно. Вел, все же политика, это, как говорится, надо было. Мне жалко парней, которые полегли. Просто их родителей жалко. Парни, парни, но тогда надо было поддельно. Все, ни за что полегли. Ну, она 10 лет, по-моему, длилась, если я не ошибаюсь. С 80-го года. А еще что знаете? Больше ничего. В Афганистане, ну, вот это я так точно не знаю. Не могу вам сказать. Мы еще тогда в Советском Союзе были, правильно. Отправлялись в Белоруссию и со всех наших республик союзных. У меня знакомый служил, там воевал. Что рассказывал? Что можно рассказывать про войну, что очень тяжело, очень страшно это все. Точно помню, когда радовались, когда был вывоз войск из Афганистана. Сейчас встречаешь иногда ветеранов войны. Ну, в общем, я не знаю даже, что сказать. Сейчас очень много кривотолков. Нужна была ли эта война, нужно было ли вмешиваться. Я думаю, что на тот момент люди знали, за что они воевали. За идею, в которую они верили и защищали свою родную родину. Даже такие интересы ее в том районе. Не надо, я считаю, не надо. Это не нужно было. И мы проиграли, зачем туда лезть было. Знаем только одно, что очень много людей там погибло. И наших ребят очень много привозили. Вот это мы и знаем. Я 19 лет отлетал в гражданской авиации. Видел, как прилетал борт, привозил этих людей. Редко, но привозили. Даже наших белорусских ребят привозили. В принципе, знаю много. Родственники служили. Была ужасная история. Люди, которые возвращались, очень долго реабилитировались. Потому что условия были жуткие. И вообще, очень бы хотелось, чтобы войны больше никакой не было. И нигде больше. Потому что очень печальная история. Вы смотрите «Диалог». Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. 340-043. Номер нашего телефона в студии. Оценки историческим событиям могут быть, конечно, разными. Но мне кажется, что неизменным должно оставаться уважение. К людям, которые прошли эти тяжелейшие испытания, которые исполняли свой долг мужественно, честно, не пытались хитрить, выполняли приказы. Михаил Григорьевич, сколько уроженцев нашего региона принимало участие в боевых действиях? Вы знаете, на сегодняшний день, когда вот подводишь какие-то статические данные, становится немножко, ну, как бы так сказать, наверное, не по себе. Становится немножко грустновато. Уроженцев нашей Гомельской области принимало участие в боевых действиях в Афганистане более пяти тысяч. И вот мы, я уже очень много, как говорится, с 2000 года, председатель областной организации. До этого я, годов шесть, наверное, и семь, был председателем Гомельской городской организации. И вот ежегодно мы эту статистику ведем. И вы знаете, вот становится, что с каждым годом все меньше и меньше наших ветеранов боевых действий в Афганистане и в других странах, где велись боевые действия. Вот становится все меньше и меньше. Представьте себе, что вот недавно мы подвели такую статистику, вот и последняя графа в нашей статистике была, сколько умерло уже в мирное время наших ветеранов войны. А ведь это люди, как говорится, такого возраста, что еще жить и жить. Вот, а вот я вам скажу, что на сегодняшний день уже более тысячи ста человек ушли из жизни. Вот, а это возраст до пятидесяти лет, можно так сказать, да, там было немножко, как говорится, те, которые офицеры постарше были, да, а то в основном солдаты. Вот, поэтому вот из тех пяти тысяч человек, которые принимали участие на сегодняшний день, у нас в области осталось 3650 участников войны в Афганистане, и осталось из 500 наших участников, которые принимали участие в локальных войнах, осталось сегодня 120 человек. Вот, в Афганистане погибло наших 124 человека, один погиб в Сирии, один погиб в Египте. Вот, и после уже Афганистана от ран умерло 6 человек, вот, семьи, которые были признаны семьей погибшей, потому что они сюда, как говорится, домой пришли, но вот от ранений, от заболеваний в Афганистане они умерли. Михаил Григорьевич, у нас есть телефонный звонок на линии, после мы продолжим нашу беседу. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, Вольга. Добрый вечер, Михаил Григорьевич. Дозвольте повинствовать у всех вас из этой даты 30 лет. А у вас, Михаил Григорьевич, у всех, афганцев, а у вас, Михаил Григорьевич, особисто за то, что вы выжили на той войне, что вы проводите великую громадскую работу, рассказываете правду про эту войну. У нас, я сам из Брагинщины, из Брагинской района, мне 64 года, пенсионер. Вот я хочу сказать, что СМАД залежите от местовой улады. Вот в районе, я веду, я хотя живу в Сятагорском районе, але подпрымливаю цесную связь со своим районом, за районным керавництвом. Вот я веду, что там широко, великая работа ведется, и 15 лютого будет широка, великая программа, вот там и митинг будет. 44 человеки, 34 человеки, афганцев, из Брагинской района, 3, загинула. И, ну, есть такая вот особливая предмета. Вот, например, Виктор Сепаненко загинул 25-го Снежня, пишет, что в первый день, когда его заслали туда. Я прочитал газету за субботный номер, там Афганистан, незабытая война. И вот сейчас сгоден за последней колонкой, где пишет генерал Гайдукевич, про тую недостатковую увагу, якая, ну, зараз еще сбоку местовых уладов. Там, допустим, и на 100%, было 50%, то, что меня уразило, ну, за автотранспорт, за ты, який, если там проходишь, то есть такое. А зараз уже 100. Черги в этих больницах, хотя он пишет, что засталось, а в республице так 400-304 человеки. Спасибо большое за звонок. Спасибо, что вы позвонили, Михаил Григорьевич. Прокомментируете? Что можно комментировать, если я, телезритель наш, не представился? Конечно, на сегодняшний день, вот, Ольга, вы начали нашу передачу с того, что, ну, немножко-немножко, как говорится, этим людям внимание. Вот. Я вам скажу, что, если бы на сегодняшний день те же руководители предприятий, организаций, я, конечно, согласен с телезрительным, которые говорят, местные органы власти. Вот. Ну, хотя бы чуть-чуть, как говорится, уделили дополнительного внимания этой категории. А ведь это сегодня-завтра, как говорится, они еще работоспособные люди. Послезавтра они пенсионеры, они правоприемники, ветераны Великой Отечественной войны. Вот. Люди, которые знают не понаслышке, что такое война. Вот. Ну, а все вот эти вот вопросы, которые у нас сегодня возникают, это и по трудоустройству, это и по здравоохранению и так далее, я думаю, что они возникают только из-за, ну, вот, ну, какого-то такого чуть-чуть не внимания к людям. Вот. Все их можно решать на местах безболезненно. Согласна. И это должно быть задачей руководства первичной организации, районной организации, объединяться, знать, что друг у друга происходит, просить помощи. Я всегда говорил о том, что, наверное, никакая общественная организация, ну, наверное, кроме правосоюза, потому что они самодостаточны и в финансировании, и так далее, а другие общественные организации без помощи органов власти, без помощи предприятий, организаций, я не думаю, что не смогут выполнить свои основные цели и задачи. А ведь у нас в уставах всех общественных организаций написано о том, что и социальная защита, и помощь, и трудоустройство, и так далее, и тому подобное, если это организация, которая хочет, ну, чтобы она чего-то значила. Поэтому только через органы власти, через руководство предприятий, организаций, можно все эти вопросы решать совместно. Ну, для этого нужно объединиться, нужно о себе заявить, и нужно о существующих проблемах говорить. ну, так же ведь никто и не узнает, у органов власти столько категорий, которые требуют внимания, Я с вами, на тысячу предприятий согласен, что если где-то, как говорится, не достучали, здесь, конечно же, и вина руководителей нашей организации. Вот, но еще раз говорю, что есть там, где мы и достучались, но дверь не открывается. Да, есть такие примеры. Я знаю, Михаил Григорьевич, сколько вы... Я думаю, мы на сегодняшний день еще к этому вопросу вернемся, потому что, я думаю, и телезрители будут звонить на эту тему. Вернемся. Я напоминаю, 340 043 номер телефона в нашей студии, 340 043 3 номер нашего портала, пишите нам, звоните, если хотите задать вопрос или что-то прокомментировать. Михаил Григорьевич, областная организация, сколько сегодня объединяет человек воинов-интернационалистов, тех, кто прошел Афган? Вот только что говорил, например, телезритель, о том, что там на Браганищине на сегодняшний день живет 34 воина-интернационалиста. Все они на сегодняшний день в Брагинской районной организации. Да, у нас, согласно уставу, фиксированное членство. Но все воины-интернационалисты, которые сегодня обращаются к нам, которые на сегодняшний день живут на территории нашей Гомельской области, они сегодня в нашей организации. Фиксированное членство – это те, кто получил членский билет. У нас на сегодняшний день таких 1650 человек, которые имеют членские билеты. Ну, кто-то не хочет его получать, можно думать, что мы будем с них какие-то взносы собирать и так далее. Хотя я хотел бы сказать, что это немаловажно на сегодняшний день поддерживать организации, потому что иногда бывает так, что нужно пойти и на тот же день рождения, например, погибшего, или же на день его смерти и так далее, купить какие-то цветы, прийти на кладбище и их положить. А на сегодняшний день денег на счету организации нет. И такое бывает, поэтому приходится каким-то другими способами выходить с этого положения. Поэтому на сегодняшний день в нашей организации все ветераны войны в Афганистане, которые проживают на территории Гомельской области и к нам обращаются, мы никогда никому не отказали. Михаил Григорьевич, я знаю, сколько вы уделяете внимания, с каким вниманием вы относитесь к людям, с каким трепетом, как вы стараетесь всем помочь. И мне бы хотелось, чтобы больше у вас было помощников в этой деятельности, потому что кому как ни вам знать, что один в поле не воин. А сейчас хотела бы перейти к сюжету. Время, проведенное в Афгани, в эти дни вспоминают, конечно же, во всех районах и во всех организациях наши корреспонденты встретились с участниками тех событий. По запросу «Афганская война 1979-1989 годов» Википедия дает следующее определение. Военный конфликт на территории Республики Афганистан между правительственными силами при поддержке ограниченного контингента советских войск и вооруженными формированиями афганских маджахедов, пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира. После окончания войны в СССР были опубликованы данные о погибших советских солдатах 13 835 человек. Впервые эти сведения появились в газете «Правда» в августе 1989 года. В дальнейшем итоговые цифры увеличивались. По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в афганской войне оценивались более чем в 15 тысяч человек. В исследовании, проведенном офицерами генерального штаба, речь идет о 26 тысячах военнослужащих. В целом, за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках на территории Афганистана прошло военную службу 620 тысяч солдат, офицеров и генералов советской армии. Старший сержант Игорь Петриков награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Тяжелое ранение получил в последнем бою перед отправкой в Союз. До дембеля оставалось всего несколько дней. Хотя тогда он мог и не наступить. Пришел мединструктор, сделал укол несердечный для поддержания сердца. И обколовавшись промедолом, и как бы, как вам сказать, они не дают, чтобы сознание мы теряли, потому что это очень опасно при ранении. И как бы, когда идет война, там уже не разбираясь, что это, бой идет до конца. А раненый ты или не раненый, если ты можешь держать оружие, ты должен прикрывать тылы. Сегодня немногие знают, что первый в Советском Союзе музей воинов-интернационалистов был открыт в Гомеле в феврале 1990 года, в первую годовщину вывода советской армии из Афганистана. Во время, когда та война была еще во многом закрытой темой, прошедшие ее офицеры решили сохранить память о своих боевых друзьях. Экспозицию создали в 51-й школе, нынче гимназии. Начали со сбора воспоминаний, документов и личных вещей гомельчан, участников интернациональных акций. Сегодня в этом музее проводятся уроки мужества, причем часть стендов посвящена участию наших солдат не только в афганской войне, но и в других локальных военных конфликтах. За время работы музея здесь уже сменилось 8 поколений школьных экскурсоводов. Экскурсии в зависимости от возрастного диапазона, посещения взрослыми людьми. У нас были представители многих всех практически регионов нашей республики, представители нескольких стран, в том числе дальнего зарубежья, Австрии, Финляндии, Германии. Накануне 30-й годовщины вывода ограниченного контингента советской армии из Афганистана в Гомельском областном музее военной славы открыли выставку «Солдат всегда солдат». Основная часть экспозиции посвящена воинам-интернационалистам. Испания, Северная Корея, Сирия, Египет, Алжир, Конго, Вьетнам, Эфиопия, Афганистан. Советские солдаты и офицеры воевали во многих странах. Однако именно Афган стал той точкой на карте, где примеры их мужества, героизма и умения воевать проявились особенно зримо. «Представлены материалы и тех, кто вернулся, и тех, к сожалению, кто там погиб. Допустим, у нас мемориальный комплекс Ксензова, вертолетчик, он погиб, брат его передал личные вещи. Зато есть полковника Сумана, командира полка, который выгнал Паншарского льва из ущелья. Живет в Гомеле. Вот некоторые фотографии, записная книжка и так далее. Он известный, так сказать, человек в Афганистане. Ну и, разумеется, другие судьбы, конечно же, представлены материалой Шинели Папаха Дмитрия Тимофеевича Язова, в то время министра обороны, который отдал приказ о выводе войск из Афганистана. Здесь же наш земляк Денисенко, форма представлена, он был начальником артиллерии и ракетных войск 40-й армии в Афганистане. В 1989 году в Гомельской области было чуть более 5000 солдат и офицеров, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Сегодня эта цифра уменьшилась до 3637 человек. Кто-то переехал в другие области, многие умерли от полученных ранений. Три года назад в Гомеле впервые в Беларуси начали проводить акцию «Портрет героя». Эти 18-летние ребята, попавшие из мирной жизни на настоящую войну, навсегда остались молодыми. Дата дня рождения, вот ему исполнилось бы, например, кому 50 лет, кому 55-60 и так далее. Мы в этот день, накануне созваниваемся с администрацией города и совместно проводим мероприятия по памяти погибших воинов-интернационалистов. Посещаем места захоронения в этот день, возлагаем цветы, и в школах, где они учились, какие учебные заведения они заканчивали. Проводим урок мужества, поминаем этих ребят, приглашаем родственников, родственники рассказывают, как они, чем занимались во время, когда учились в школе, вот в свободное время, какие письма писали, о чем писали из Афганистана. Вот такие мероприятия, одно из мероприятий, которое мы проводим в рамках «Портрет героя». Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня председатель областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане Михаил Жукевич. Михаил Григорьевич, я думаю, что для сохранения исторической памяти, памяти о людях, которые мужественно исполняли свой долг в Афганистане, сегодня делается достаточно много. А как это воспринимается подрастающим поколением, которому это тоже адресовано? Потому что на ветерана войны в Афганистане, как на носителей боевого опыта, сегодня возложена задача патриотического воспитания молодежи. Ну, я хочу сказать, что сегодня те воины-интернационалисты, которые занимают такую активную жизненную позицию, они очень частые гости в школах, очень частые гости в других учебных заведениях, в воинских частях, на призывных пунктах. Поэтому я всем им хочу сказать огромное спасибо. В том плане, что, например, сегодня просто так прийти в аудиторию и начинать рассказывать, что вот вы знаете, Афганистан, это там-то, там-то находится. Ведь сегодня все шагнуло вперед. Поэтому я хочу сказать спасибо, что, например, они на сегодняшний день сделали из своих фотоальбомов, которые у них есть фотографии, слайды, и с сопровождением и о стране, и о солдатах, и о быте, которое было в Афганистане, и так далее. Вот, все это. И вот с такими, как говорится, однаглядными пособиями приходят в аудитории. И дети с удовольствием слушают. Я хочу сказать, что вот и благодаря нашему телевидению мы сегодня сняли два фильма «Афганистан. Память и боль» и «Красный песок. Афгана». Вот эти фильмы сегодня находятся практически во всех школах области. И с удовольствием ребята смотрят наши фильмы, снятые. Вот. У нас есть книга, которую мы 10 лет назад выпустили. Это фотоальбом «Новеки в памяти». Опять-таки, эту книгу мы практически во все школы раздавали. Вот она на сегодняшний день есть. Вот. Во всех музеях школьных созданы какие-то уголки, вот, созданы какие-то, ну, экспонаты о войне в Афганистане и о воинах-интернационалистах. И вот то, что сегодня только что мы смотрели по 51-й школе, да. Это единственный музей, наверное, на сегодняшний день школьный, который есть, и, наверное, не только в Республике Беларусь, а на постсоветском пространстве. Потому что был один из первых музеев. Вот. Там экспонаты есть те, которые привезены с Афганистана. Ну вот. Там есть экспонаты и погибших, вот, как мы сегодня говорили, и экспонаты, которых на сегодняшний день наши офицеры, особенно, потому что экспонаты афганского и быта, и какие-то там другие экспонаты с Афганистана. Офицер мог привезти, а солдат же, как говорится, где, как он мог, как говорится, это сделать. Хотя и солдаты привозили, и они в музей сдали. Ну и, конечно, наш музей военной славы, где есть военная техника, которая воевала в Афганистане. Вот. Это самолет, который стоит в нашем музее, есть на сегодняшний день. Вот. Есть тот же летчик, который был летчиком на этом самолете и так далее. Вот. Поэтому на сегодняшний день много делается. Вот. Я думаю, что наши телезрители прекрасно знают, что у нас практически во всех районах построены памятники. или обелиски какие-то, или же памятные знаки. Вот. Вот на сегодняшний день когда-то еще, вот когда только мы зарождались в начале 80-х годов, вот городской организацией было принято решение, гомельской, о том, чтобы на всех школах были, сделали меморальные доски. Вот. Ну, прошло время, эти доски немножко устарели уже, и все. И вот на сегодняшний день мы практически заменили все это. Вот. Мы на сегодняшний день, вот, говоря уже о патриотическом воспитании, вот, договорились с нашей второй школой, которая находится в Береце. Вот. Вот нас сегодня, вот, вы спрашивали у гомельчан, что они знают об ауганской войне. Вот если мы сегодня пройдем и спросим, вот, что сегодня гомельчане знают о второй школе? А ведь вторая школа воспитала четыре героя Советского Союза. В школе работал герой соцтруда, и в школе учились два воина-интернационалиста, которые погибли в Афганистане и награждены орденами Красной Звезды. Вот. Мы хотели бы, например, сделать эту школу как школу патриотического воспитания. Вот. Каким-то образом это еще объединить, вот, совместно с ветеранами войны, конечно, вот. Их сегодня уже очень мало осталось, но есть еще, как говорится, те, которые могут что-то рассказать. Конечно, никто не должен остаться без внимания из ветеранов. Имя ни одного погибшего не должно быть забыто. Они воевали за Родину. Родина должна их имена помнить. Михаил Григорьевич, хотелось бы к такому сложному вопросу перейти. Мы, так или иначе, всегда о нем говорим. Время неумолимо. Сегодня воины афганцы, люди уже очень взрослые. Но если кадровые военные давно на пенсии, то тем, кто в 80-е был простым рядовым солдатом, сегодня еще нужно работать. И порой приходится очень тяжко. Есть и проблемы со здоровьем, и проблемы с трудоустройством. И иногда люди оказываются за бортом, много лет отработав на каком-то предприятии. К вам приходят с этими вопросами. Насколько сейчас ситуация эта острая? Как вы ее решаете? Ну, опять-таки, вы только что видели, у меня на премии был инвалид третьей группы Петриков, который награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу, разведчик. Таких много, конечно, приходит сегодня. Но я уже в начале нашей передачи говорил, что только совместными усилиями мы можем решить все проблемы. Понимаете? Вот мне на сегодняшний день, например, сколько я обращался к руководству завода «Литя и нормали» и к дирекции. Это и трудоустройство, это и оказать помощь изготовлению той же мемориальной доски, что-то другое. Они не отказывают. Да, скажут, что надо повременить немножко и так далее, но они не отказывают. Но когда, понимаете, ведешь переговоры со всем руководством завода, и все вроде кивают в вопрос, это не мой вопрос, это вопрос нанимателя, это не мой вопрос, а потом, в конце концов, воин-интернационалист в преддверии 30-летия вывода войсов Афганистана оказывается на улице. Видите ли, у него закончился контракт. Ну так что? Что? Мы не можем продлить контракт и вот начинает искать, понимаете, я за классик говорю, кто хочет что-то сделать, он ищет средства. Кто не хочет ничего делать, он ищет причину. Понимаете? Вот в этом отношении. Поэтому еще раз говорю, что я сегодня могу много примеров привести хорошего, доброго отношения к нашей организации. Я всегда говорил, что уже когда-то у меня была рыжая голова, сегодня она стала седой. Она уже примиркалась, как говорится, совсем, но какое бы руководство, например, на той же Невсепроводной дружбы не было, они всегда с пониманием. Если у них нет, они скажут, что пока нет, надо подождать. Я никогда, скажу, что никогда не получал отказы, например, от руководства водоканала. Есть, надо, ребята, подождать, поможем. Но самое главное, что тем афганцам, которые на сегодняшний день, у них на предприятиях работают, они всегда идут навстречу. Я понимаю, что, может быть, где-то организация уже примиркалась, но они всегда идут навстречу. Поэтому я хотел бы обратиться сегодня к руководству всех наших предприятий города, области. Вот сейчас идет 15 февраля. К вам всем пошло письмо за подписью губернатора, в котором написано «Соберите их, окажите помощь, есть какое-то там содействие, окажите им». 15 февраля отпустите их, чтобы они встретились со своими боевыми друзьями, чтобы они поучаствовали в мероприятиях, которые на сегодняшний день будут у нас проходить в городе, в области, в районах и так далее. Михаил Григорьевич, где встречаетесь 15 февраля? Дайте знак всем, кто хотел бы провести это время в кругу. Ну, в начале передачи, я думаю, наши телезрители видели анонс. У нас стартует в 11 часов акция «Зажги свечу памяти». Вот она одновременно стартует в нашем соборе Петра и Павла и в Мозырском кафедральном соборе. Вот с 11 часов начинаются службы во всех храмах. Во все храмы мы отдали списки погибших. Районные организации во все храмы отдали списки умерших воинов-итринационалистов. После службы у нас в городе в 5-м микрорайоне на нашем памятнике состоится митинг. После митинга в музее военной славы будет выставка, мы ее посетим, эту выставку. Кто желает в школах будут проходить и выставки, и всевозможные мероприятия. А в 16.00 в городском центре культуры состоится концерт ансамбля Министерства обороны Республики Беларусь. Я хотел бы пригласить всех воинов-интернационалистов, я хотел бы пригласить ветеранов войны, наших гомельчан. Если не хватит места, я думаю, что городской центре культуры всегда пойдет на встречу, для того, чтобы найти представленные студии. Пожалуйста, Ахану. И, к сожалению, на этом мы вынуждены завершить. Спасибо вам большое. Хороших вам мероприятий 15-го числа и успехов в реализации всех ваших планов. Спасибо. Это был диалог с председателем областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Михаилом Жукевичем. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин